Любимые, всем привет! Сегодня говорим с вами про бешеную энергию, которую вы мне пишите, как ее, Ален, развить. Три шага, напиши три шага уверенности к себе, какие бы ты посоветовала, если человек действительно не очень уверен. Сделай, пожалуйста, видео. Я читаю ваши вопросы с Инстаграма, с Телеграма, подписывайтесь и пишите туда. Как же сделать так, чтобы действительно вы были уверены в себе? И даже если это вот такая история, которая временная, все равно вы становитесь и укрепляетесь в своей вере. Что такое уверенность в себе? Это понятно, что это свойство личности и ядро этого всего, позитивная оценка себя, навыки свои, способности, все, что вы позитивно оцениваете. И самое важное, оценивайте свои достижения значимые, которые прям создают вас. И очень важно удовлетворять свои потребности. Потребности, которые бывают совершенно разными. В сексе, в отдыхе, в питании, в движении, в общении. Если вы чувствуете, что у вас с этим проблемы, я назову сейчас абсолютно простые вещи, которые, если вы действительно, которые вы обратите внимание и будет вам счастье, это поможет вам в долгосрочной перспективе в жизни. Уверенность в себе очень часто состоит и совершенно из простых компонентов. Я вам сейчас их назову. Вы постараетесь их внедрить в свою жизнь и это вам поможет прагматично, более прагматично справляться с тем, что у вас происходит. Первое, это умение выстраивать границы, когда вы умеете разграничивать. Это мое, это не мое, это для этого человека, это не для этого. То есть вы умеете четко говорить да, говорить нет, говорить за себя, отрицать, принимать. Это то, что вам даст внутреннюю силу и внутреннюю энергию. Дальше, если вы не умеете выстраивать границы вообще ни с близкими, ни с друзьями, вообще это у вас как бы не получается, то, соответственно, с этим нужно поработать. Еще один момент. Способность говорить нет. Когда вы четко говорите, вам что-то предлагают, что-то дают, а вы говорите нет, это не для меня, это мне не подходит. Я выбираю что-то другое, мне это не нравится. И, собственно, когда у вас четко есть понимание, чего я хочу, куда я иду, что я делаю, это и создает внутреннюю уверенность в себе. Дальше, уверенность в себе, это некоторая еще и прагматичность, способность планировать свою жизнь. То есть люди, которые просто так что-то проснулись, просто так что-то поделали, потом уснули и с кем-то пообщались, что-то, это не про планы. Для меня очень важно, например, планировать свою жизнь. Просыпаешься во столько, делаешь что, завтракаешь этим, созваниваешься во столько. И знаете про что? Это про удобство. Потому что, когда ты не понимаешь, куда идет, куда уходит твое время и где ты его тратишь, где ты его создаешь, с ним работаешь и вообще никак ничего не получаешь в обратную связь, то, соответственно, ты теряешь. Соответственно, могу сделать краткий, емкий вывод. Если вы хотите действительно восстановить уверенность в себе, вам нужна опираться вот на что. Выстраивать границы, уметь с близкими и с работниками, сотрудниками, с тем, с кем вы общаетесь. Дальше, говорить нет, уметь, даже если это супер классное предложение, но оно вам не подходит, то все, до свидос. Следующее, это обязательно планировать свою жизнь. Это краткие руководства, которые просто максимально улучшат твое качество жизни. И ты сможешь, и ты сможешь, и ты сможешь быть более уверенным в себе, без всяких каких-то книг, пособий, обучений. И ты, правда, этого сможешь достичь. Ты на канале с Аленой. Пиши комментарии. И да, пиши, пиши комментарии. Я очень жду твоих ответов.